Экскурсия для хабаровчан стала сегодня в 7.30. Они сказали, что это лучшая экскурсия, которой они были. Да, люди приезжают за командой Амур, они следуют. У них каждый год такой вот тур. Но суть не в этом. Я специально, поскольку я показываю обычно не только стандартные какие-то вещи, а они стандартные, я свозил их на улицу Лахтинская, показал дом, откуда сбили изображение Мефистофеля или кого-то там. Потому что напротив стоит церковь. Поэтому мне просто такое проявление нравится. А так-то почему? Я только за. Религия – это прекрасно, когда она несет то, что она должна нести в массы. Но сегодня речь о другом. Сегодня речь, вы не поверите, в общем-то, про секс. Но самого этого слова звучать не будет. Потому что наши герои, о которых сегодня пойдет речь, они называли это слово другим термином. И оно, конечно, вызвало феерию вчера в Москве, когда я читал эту лекцию. Но начнем по порядку. Естественно, я не собираюсь вам рассказывать долгую и мучительную биографию Александра Второго. Я бы хотел буквально какие-то моменты вычленить, которые либо мне кажутся интересными, либо они имеют непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Александр Второй, наследник престола, и он, по-моему, если так вот прикинуть, наверное, первый человек, который зашел на престол, вот Кумильфо, как говорят во Франции. То есть только как надо. Потому что до него все как-то вот через что-то как-то как не надо происходило. Александра Второго действительно воспитывали как наследника престола, и вот ведь так случилось, он и стал императором. И среди его воспитателей были разные люди, ну, например, включая поэта Жуковского. Поэт Жуковский прекрасный поэт, но он поэт. И он, в общем-то, прививал Александру определенную систему ценностей, надо сказать, преуспел в этом деле. И это нашло свое отражение на характере Александра Второго. Если его отец Николай Первый, он, ну, каким бы он ни был, там, естественно, в советской историографии он был там щадьем ада и тупой солдафон. Сейчас взгляды немножко поменялись на это. Но, действительно, у Николая Первого были свои проколы. Ну, что-что, а вот, как бы, авторитет у него был таков, что, ну, перед ним реально некоторые трепетали, действительно. У Александра Второго не было. Перед ним не трепетали. Он был такой, он был немножечко похож на своего, получается, кого? Дядю, да, Александра Первого. Тоже такой немножко мечтательный, такой немножко сентиментальный и немножечко такой двойственный. То есть ему, как Александру Первому, ну, у Александра Первого на то были свои причины, да, там, одни взаимоотношения его бабушки с его папой, чего стоит, то у Александра Второго это вот просто были такие черты его натуры. И это потом, к сожалению, отобразится на ходе как раз вот этих вот реформ, которые были названы великими. Потом они были не названы великими, но это все зависит от идеологической позиции, с которых мы на это дело смотрим. И Александр Второй, он отправился сначала в путешествие по России, а потом он, ну, когда повзрослел, да, естественно, он отправился в путешествие по Европе. Но у этого путешествия по Европе была и некая а-ля такая тайная цель, ну, понимаете, все, что связано с императорами под словом «тайная», оно как бы, конечно, не было тогда газеты «За Сану» и каналов «Лайф Ньюз», но все все знали, зачем он туда едет. Ну и как вы думаете, зачем он поехал в Европу? Естественно, искать себе невесту, безусловно. То есть даже вы, не будучи, как бы, да-да, тем не менее, как бы для вас все понятно. Что уж говорить про вседержательных господ. Он действительно поехал, он путешествовал по разным странам, и сначала он, ну, то есть, естественно, невест предпочитали брать из германских земель. Вот тут возникает логичный вопрос «почему?». Вот, интересно. Потому что их там, ну, это, да, это такая история про широкие бедра, да, типа, вот, бери эту, она тебе родит. Это такая апокрифичная фраза, которую Николай I сказал как раз-таки Александр II, но она апокрифичная, естественно, никто ему такого ничего не говорил, там было, дело все совершенно иначе. Вот, вот, и вам достается... Большое спасибо от меня за то, что вы это знаете. Действительно, они были лютеранки. Дело в том, что невозможно было взять невесту, скажем, из Франции. Франция была католической страной. С Англией сейчас будет один нюанс, я про него расскажу. Франция была католической страной, Испания была католической страной, и поэтому там очень с трудом меняли веру, а это было основное условие при свадьбах, да, переход в православие. Протестантки, в частности, немецкие, они на это смотрели гораздо проще. Поэтому предпочитали немецких принцесс, тем более, ну, уже как-то устаканилась некая традиция, и смотрели туда. И Александр II заехал в эти земли, поколесил там, и ему очень... Он, в принципе, он был такой вообще любвеобильный товарищ. Ему много кто нравился, но в то же время его немножко раздражало то, что, ну, опять-таки, вот он приезжает куда-нибудь, его с кем-то знакомят, и понятно, что его не просто так знакомят. И вот эта девушка, с которой его знакомят, это она тоже прекрасно понимает, для чего. Естественно, она изображает из себя, играет определенную роль. И его это как бы, ну, бесит. Ему хочется как-то... Да, вы хотите больше... Ему хотелось бы как-то все, ну, немножко попроще, как бы, попроще немножко. А тут вот такой театр, да, шоу некое телевизионное. И поэтому он там был, сям был, и как-то его все это дело, ну, немножечко поддостало. И когда они уже, ну, более-менее посмотрели все, что можно и даже нельзя, есть воспоминания о великой княгине Ольге Николаевне. Это сестра Александра Второго. Вот она. Это младшая, в смысле, средняя дочь Николая Первого. Старшую звали Мария Николаевна. У меня есть отдельная лекция. Если кто не был, то посмотрите, у меня есть на канале. Младшую звали Александра. Про нее немного расскажешь, потому что она умерла достаточно молодые годы. Ее можно наблюдать у нас на фронтоне Исаакиевского собора, который смотрит на Исаакиевскую площадь. Там, соответственно, изображена Дева Мария. Вот ей приданы портретные сходства. С младшей дочерью. Ну, и плюс она есть среди четырех фигур, которые на постаменте вокруг памятника Николаю Первому. А средняя звали Ольга Николаевна. И вот она пишет. Один из фит, кажется, Барятинский заметил. Есть еще одна молодая принцесса в Дармштадте, которую мы забыли посмотреть. Нет, благодарю, ответил Саша. С меня довольны. Все они скучные и безвкусные. То есть не хотелось ему туда ехать, но они таки поехали. И там вот этот вот ее отец, Людвиг Гессенский, их с удовольствием принял. И встреча выглядела потрясающе. Значит, он пришел, он пришла его супруга, пришли его дети. И вот они идут по саду. И вот в конце этой церемонии плетется, значит, будущая Мария Александровна. Ей 14 лет. Она, на нее вообще никто не смотрит. Есть еще один момент, про который нужно сказать сразу же, который, ну, определенную проблему составлял. Вот это ее мама. Посмотрите на потрясающий взгляд ее мамы. Типа, ну че? Принцесса Баденская, она здесь. Будущая русская императрица, ну, русская, ну, понятно, все равно русская, и ее брат, они были внебрачными детьми. Все об этом знали. Но вот ее супруг под давлением ее родственников, высокопоставленных, он их признал. Людвиг Второй Есенский, он их признал. И как бы все знали, что они незаконно рожденные вообще-то. Но, тем не менее, Александра Второй шел-шел, и они не от Людвига. Я не знаю, как вы будете спать теперь, после того, как я сообщил вам эту информацию. А потом поженились. А потом поженились. А Людвига куда, извините? Нет, потому что от Людвига они там сделали, а потом с Людвигом же их поженились. Ну, знаете, я там свечку не держал, но я вот вам как бы рассказываю то, что знали тогда все в Европе. Просто это потом как бы создаст определенный прецедент, про который я буду говорить. Вот он увидел вот эту вот девушку, и она, и встреча выглядела потрясающе. Она шла и ела вишни. Она ела вишни, и Александр Второй как-то на нее обратил внимание, сказал, ой, значит, а вы кто, и что, как вообще. И она такая... А я, значит, как вспоминает Ольга Николаевна, она реально выплюнула косточку в руку и сказала, а я вот как бы... Она, она. Да, и Александра Второго это настолько как бы поразило, потому что после всех вот этих вот светских протокольных вот этих, вот этих, я вот как бы тут вишни ем, это, конечно, вот. И он, он втырился в нее просто без памяти и написал письмо в Россию, что вот либо она, либо никто. Забегая вперед, родители-то его тоже знали прекрасно, ее судьбу. Забегая вперед, могу сказать, что его мама, супруга Николая Первого, которая тоже была такая же русская, как и я, монгол, хотя я монгол немножко, как и вы все. Чуть-чуть, кто бы там что ни говорил. И татарин, татарин нам, наверное, тоже чуть-чуть. Ну, суть не в этом, Александра Федоровна, она поехала, ну, с инспекцией некой, да, условно туда на нее смотреть. Посмотрела, сказала, ну, вполне. А почему они еще ее признали? Дело в том, что после этого Александр Второй заехал в Англию. И вот здесь была вообще совершенно потрясающая история. Значит, ну вот, опять-таки, фотошоп и реальность. Вот это так вот изображали королеву Викторию, будущую бабушку там всей Европы и бла-бла-бла. Вот это она, ну, посмотрите, такая томная девяга. У нее так вот еще немножко, так, знаете, так, чутка. Вот это вот так вот ее изображали. А теперь я вам покажу, как она реально выглядела. Причем тут-то она такая пышнотелая достаточно, и она потом еще стала еще более пышнотелой. Ну, вот такой вот английский ангел, 19-летний, который уже был королевой на тот момент, этот ангел, встречает, надо сказать, что император Александр Второй, он мало того, что он был потрясающе образованным, потрясающие у него были манеры, вот, вот, скажем, в отличие от моих, скажем, да. И он, у него еще были голубые глаза. На фотографиях этого не видно, он был голубоглазый, да. Есть реконструкция в интернете, ну, сейчас есть умельцы, которые красят, знаете, фотографии старые. Вот он там голубоглазый. Он был реально очень красивый мужчина. Вообще, Романовы до Николая Второго, они были высокие такие, еще вдобавок статные, у него такая одежда. Ну, в общем, понимаете, парень на стиле. Ну, и плюс еще небольшой бонус в виде Российской империи, как бы за ним имеется. То есть, соответственно, он приходит на этот бал, и вот королева Виктория, и там один из его сопровождавших писал, что когда он, значит, целовал ей в руку, она его игриво шлепнула по щеке. В общем, короче, у них там заигралась. Она писала о том, что она жаждет поцелуя. У меня вчера в Москве один из моих постоянных, как бы, экскурсантов сказал, ну, как-то такого с языком, который... Я говорю, ну, судя по всему, наверное, да. В общем, короче, у них там... А это не входило ни в планы, как бы, британского правительства, ни в планы вообще Николая Первого, да. У нас с Англией уже, в принципе, были не самые лучшие отношения. В общем, короче, там срочно, значит, ее со своей стороны, его со своей стороны, он пишет, что... Тут Николая Первый с Александром Федоровым сказали, что принцесса Тадарштадтская, это ничего. Очень даже на самом деле. Какие были? До Крымской войны? Ну, конечно, это до... Ну, естественно, это до Крымской войны, конечно. Я сейчас подведу это, да. Ну, и он 18-го года рождения, соответственно, ну, с 28-38. Ну, да, ну, конец 30-го, начало цирковых. Я не знаю точно, но залезьте, проверьте, да. И, короче, вот у них такая вот, понимаете, любовь-трагедия, им пришлось расстаться. Он сам признавался, что она ему одна нравится, если, забегая вперед, сказать, как он ее потом называл, там, и старая карга, и прочее, вот. Но тогда вот... Но, во-первых, ну, на секундочку просто представьте, а если да? То есть как вообще перекроилась бы карта мира? То есть это же вообще бы был просто атас, как бы. То есть появилась бы, ну, некая новая сверхимперия. Но там была проблема, что он, по их законам, он должен был становиться принцем-консортом. То есть она все равно королева, а он, типа, такой при жене. Ну, ладно бы он был бы каким-нибудь там из этого, из Дармштадта. Ну, и прекрасно вытянул свой жребий, счастливый. Но он, как бы, немножечко из других краев. Поэтому, короче, вот под эту лавочку брак с принцессой Дармштадтской быстренько одобрили. И Александр Второй, соответственно, приехал в Россию. Но вот это тоже очень характеризует... Давайте я вам тогда уже Марию Александровну чуть-чуть по... Ну, вот она, да? Будущая императрица. Знаете, когда собачек одевают? Да, вот, кстати, Ольга Николаевна в своих воспоминаниях пишет, что королеве Виктории в то время еще не замужней было 19 лет, говорили, что она краснела, когда упоминалось его имя. Но имелось в виду имя, конечно же, Александра Николаевича, наследника престола. И вот, что пишет дальше Ольга Николаевна, его сестра. Значит, про неудовольствие, которое было в родительской среде. Сначала поводом к этому был Саша. Не успел он вернуться из своего путешествия, которое принесло ему столько развлечений и удовольствия, как его любовь к Ольге Калиновской снова разгорелась жарким пламенем. Дело в том, что у него до этого была любовью одна из фрейлий, но Ольга Калиновская, полька, он уехал. И вот он с одной стороны, вот это опять-таки про характер Александра Второго, он пишет либо она, либо никто про эту принцессу Дарфштадскую, но при этом он вернулся. А, там еще он замутил, замутил немножко с Викторией как бы, а вернулся. И вот опять он любит эту Ольгу Калиновскую. Он уезжал с очень тяжелым сердцем и с боязнью, что ее выдадут за него замуж. Несколько раз заявлял он о том, что из-за нее согласен отказаться от всего. Он доверился дяде Михаилу, и тот вместо дяди Михаил, это Михаил Павлович, Михаил Николаевич, извините, это брат Николая Первого, его дядя, соответственно. Да, Михаил Павлович, извините. Да, да, ну мне клинит. Ну, зато у меня есть вы. Да. И он, вместо того, чтобы призвать его в глоразуме, указал ему на свой собственный брак, жертве которого он был, женившись не по любви. Тут сейчас ходят в интернете, мне прислали потрясающее из этого, ну, вот это кольцо, вот это как это, братство кольца, как это называется, Властелин колец. Они там, значит, когда они делят это кольцо, они переозвучили, значит, кому там жениться. Из них потрясающее. Найдите, очень круто сделано. В таком гоблинском стиле. Папа был очень недоволен слабостью Саши, ну, папу можно понять. Еще в марте он говорил о том, что согласен жениться на принцессе Дармштадтской, а теперь, после четырех месяцев, уже хотел порвать с нею. Это были тяжелые дни. Решили, что Ольга должна покинуть двор. Ну, Ольга Калиновская, естественно. Польские родственники приняли ее, и мы видели ее только позднее, уже замужем за графом Агинским. Была ли она достойна большой любви? Мне трудно ответить. У нее были большие темные глаза, но без особого выражения. В ней была несомненная прелесть, но кошачьего характера, свойственная полькам, которая особенно действует на мужчин. В общем, короче, вот уже, понимаете, уже в любовных делах у Александра Второго прослеживается некая, как бы, вот такая история. Но прибыла она ко двору, значит, наше будущее Мария Александровна. Очень всем понравилось. И есть известный портрет. Ну, вот это она уже в более зрелом возрасте. Это фотография The Empress of Russia. Естественно, портрет супруга здесь обязательно. И вот он. Это портрет Винтергальтера. Он в Эрмитаже висит. Я вот, когда смотрю на девчонок с дредами, у которых что-то заплетено в волосах, мне все время, я думаю, это какое-то дежавю. Где-то я это видел. На самом деле, вот, портрет, как бы, Марии Александровны. То есть, сейчас некоторые так ходят, ну, только уже по моде нынешнего времени. Ну, и не в таких платьях. Они поженились. В итоге, ну, что было логично, они поженились. И, опять-таки, Ольга Николаевна в своих воспоминаниях пишет про некий конфуз, который предшествовал их свадьбе. Перед Пасхой в апреле приехал дядя Мари, принц Эмили Гессенский. И ее брат, наследный принц Людвиг. Мари была так тронута и потрясена этим свиданием, что разрыдалась и долго не могла успокоиться. Слезы и душевные потрясения вызвали опять болезненную красноту ее лица, а через несколько дней была назначена свадьба. Камерфрау Рорбек рекомендовала старое симпатическое средство. Безведомо Марии ей положили под кровать язык лисицы. И она таким образом поспала несколько ночей, совершенно невероятно, но это средство помогло. Уже после первой ночи краснота прошла. С тех пор я часто рекомендовал это средство другим, и оно всегда приносило желанные результаты. Это отматывая пленку назад и возвращаясь к нашей теме про спиритизм дома Романовых. Да, то есть, если у вас какие-то проблемы с лицом, вы язык лисицы под кровать в Гринписе закажите, они с удовольствием вам пришлют его, я думаю. И все, и у вас нормально, никакой крем-живанши не поможет вам так, как язык лисицы под кроватью. Это записки, в общем-то, великой княгини Ольги Николаевны. Они поженились, и она ему нарожала 8 детей, на секундочку. Да, ну то есть, это чуть больше, чем дофига, я считаю. А хотя по тем временам это было нормально, потому что все-таки детская смертность имела место быть, ну и вообще нужно было, так сказать, зацементировать линию, чтобы были наследники. Но была проблема, возникла проблема. Дело в том, что ведь Александр Третий, один из героев нашего, наверное, одного из следующих рассказов, он ведь, его не воспитывали наследником, воспитывали наследником Николая Николаевича, Николая Александровича, извините, Никса, его назвали Никс. Николай Александрович, я не скачал его портрет, но мы находимся с вами в волшебном месте, где есть доступ доступ в мировую паутину. И поэтому, я не знаю, что мне сейчас выдаст, конечно, сейчас вот... Николай, Коля, Коля, Николай. Ну вот, Николай Александрович, сын Александра Второго. Вот. Такой вот шикарный портрет. Некий художник Зарянка, я даже не знал про такого. Но есть его даже фотографии. То есть, вот этот вот человек должен был быть наследником. Ну, то есть, он и был наследником, я имею в виду, он должен был быть. Вот, кстати, с принцессой Дагмар. Добро пожаловать. Которая потом по наследству пришла Александру Третьему. Но он, в общем-то, умер. Он умер, там у него был менингит, и его очень интересным образом лечили, заставляли купаться в холодной воде, и там нас в море. И, в общем, короче, он приехал в Ниццу, и там умер. Если вы были в Ницце, или будете, обратите внимание, там стоит красивейший вообще собор, совершенно потрясающий. Вот это, как бы, по этому поводу этот собор был воздвигнут. И, а дело в том, что Мария Александровна, она поставила перед собой цель воспитать идеального монарха. Идеального. И она в него вот всю, ну, мало того, что мать, понятное дело, да, ну, и вот еще и как бы, это же опять-таки нужно понимать, что они чувствовали, да, она вот приняла православие. Они, очень многие вот эти немочки, они, когда принимали православие, они становились ультрарелигиозными. Просто вот серьезно, что там жена Николая Второго, что там, значит, супруга Александра Первого, вот было у них такое свойство. И вот он умирает. Он умирает, и она вот буквально, ну, вот, то есть, внутри стала как мертвая. То есть, осталась от нее одна оболочка, многие об этом писали. А во-вторых, доктора ей сказали, что, ну, восемь детей уж хорош, как бы все, уже еще один, и бай-бай, потому что у нее чахотка. У нее чахотка, туберкулез. Плюс ее окружают всевозможные фрейлины, а-ля, например, вот этой блудовой, про которую я читал стишок Козьмы Пруткова. И, в общем, Александр Второй еще вполне, вполне такой, вполне такой мужчина, да, вот он со своей, я специально, это почему, ну, много Александра Второго всевозможных фотографий, но я специально выбрал с песиком, потому что это известный сеттер Милорд, его любимый пес, вот, это он, и, по-моему, есть еще одна фотография, вот, видите, вот он, песик, вот Мария Александровна, ну, и, как бы, все, и Александр Второй это, ну, вполне себе такой еще мужчина в полном, Саку, у него были интрижки всевозможные, и когда у них все было хорошо, но это, к этому относились все естественно, то есть, если не было бы интрижек, как бы, посчитали, что у него что-то не в порядке, такие были нравы в то время, но, как бы, все понимали, что это не серьезно, и, ну, и ладно, и он сам ей признавался даже в этом, и тут, короче, появляется в его жизни одна богиня, богиня, сейчас я вам ее, ну, это богиня, кстати, вот во что эта богиня потом превратилась, это она уже, вот, кстати, сравните, как меняется, вот, взгляд, вот это уже понятно, да, то есть, к такой тетеньке без четырех линкольнов и пяти армии не подкатишь, да, вот так вот с понталуйку, а вот какой она была, да, чувствуете разницу, тут такая наивная девица, абсолютно неуверенная в себе, а тут вот, вот такая вот, вот, но богиню-то я мне эту хотел показать, богиню-то я вам хотел показать вот эту, тут подождите, где она, вот, фотография Левицкого, соответственно, Екатерина Михайловна Долгорукова, я очень часто слышал слово Долгорукая, причем даже из уст, ну, таких маститых историков, поэтому, если я вдруг скажу Долгорукая, ну, извините, она, это одна из ветвь древнего рода, который древнее еще, чем сами эти Романовы, и у них, у ее семьи, семьи было имение где-то там под Полтавой, и Александр Второй знал ее отца, и даже один раз заезжал туда к ним в гости, ей было еще 11 лет, это известная история, она везде есть, описана, значит, как она подсматривала из кустов, он ее заметил, ее там, на ее пшикнули, типа, вот, а он к ней подошел, что, а я вот хочу посмотреть на царя, и вот он ее провел за руку, и у нее такое впечатление на всю жизнь, но у дворян, у многих, была очень существенная проблема, это денюжки, папа денюжки промотал, папа денюжки промотал, и фактически оставил детей без средств к существованию, ну, не к такому без средств к существованию, в нашем понятии, да, вот, как бы, платья не купить, там, и так далее, и у Александра Второй их устроил, их устроил всех, значит, сестер он устроил Смольный институт, и этот Смольный институт как раз патронировала долгое время Мария Александровна, Мария Александровна, она вообще очень много еще патронировала, тут вообще надо сказать, что, вот, скажем, общество слепых глухих в России, это вот, во многом ее заслуга, далее, вот, система женского образования среднего, среднего, вот эти вот женские гимназии, это тоже, именно систематическое образование, тоже она, то есть, у нее, на самом деле, была очень такая активная, благотворительная деятельность, фельдшериц она готовила, ну, не она лично готовила, она способствовала тому, чтобы их начали готовить, а когда вот у нее вот эта вот уже чахотка вошла в такую серьезную стадию, то в этот Смольный институт стал ездить Александр Второй, Александр Второй, а у этой прекрасной Катеньки, у нее была подружка, Варвара Шебека, и Варвара Шебека как-то, Александр Второй ведь любил гулять в летнем саду, о чем опять-таки все знали, с собачкой, кстати, со своей, и вот в этом летнем саду как-то ему случайно совершенно показали Катеньку Долгорукую, он к шоку всех его окружавших вдруг ее заметил, взял ее за руку и отвел в соседнюю аллею, вот они с ним погуляли, и после этого Александр Второй как-то зачастил Смольный институт, Смольный институт, да, она писала письма, что вот там вот что-то и еда какая-то не такая, и то какое-то не сякое, он как-то способствовал, чтобы еда стала такой, какой надо, и так далее, она в своих воспоминаниях вообще пишет, ну, о том, что вот когда Каракозов на него покушался, он в тот день типа с ней прогуливался, она вышла из одного конца летнего сада, а он вышел, и там был этот выстрел. В 1866 году они так вот основательно встретились, ну, и прошло буквально пару лет, и настал 68-й год, и как она писала в своих воспоминаниях, я отдала ему единственную связь, я с радостью отдала ему единственную связь, которая нам не доставала. Такая вот красивая фраза. И я вам хочу сказать, что в принципе эту связь можно отдать и ныне, потому что место, где это произошло, оно живо до сих пор, и я вам сейчас его покажу. Это Бельведер, Бельведерский павильон, ну, вот сейчас это выглядит вот так, вот панорама, да, там оно сейчас специализируется на проведении свадеб, то есть там номера, и все под это заточено, там отель, изначально это выглядело вот, причем обратите внимание, тут была такая еще очень интересная орнаменталистика, не орнаменталистика, нельзя так сказать, ну, в общем, как декорированы стены дворец Бельведер, Бельведер, это вообще прекрасный вид, Бельведер, это просто есть знаменитый Бельведерский дворец в Риме, отсюда, кстати, вот Аполлон Бельведерский, вот, знаете, такой вот у нас в Летнем Саду, например, да, стоит, ну, это известно, вот он вот так вот тут, почему он назван Бельведерским, потому что оригинал этой статуи, он вообще вот в этом Бельведерском дворце у Папы Римского и стоял изначально, поэтому Аполлон Бельведерский. Обратите еще внимание, это, кстати, я вот выяснил совершенно недавно, что оказывается, я этого не знал, тут еще вот такие лошади, не напоминает вам ничего, да? Да, лошади Клотта, вот они, Бельведер на Бабьем Гоне, назывался он, это такая смесь французского с Нижегородским, Бельведер на Бабьем Гоне, и вот так, соответственно, он выглядит сейчас, этот Бельведер, вот там-то оно все и произошло, поэтому, если вы хотите как-то романтически провести вечер, я не знаю, ночь, утро или день, то есть, а? Ну, я думаю, что при на определенном, при определенном наличии средств все, все достижимо. Вот, рекомендую, в общем, место, место знаковое, проверенное, место с историей, поэтому имейте в виду, вернемся к нашей героине, раз чудесные, раз прекрасные, где-то наша Катенька, что перевезли? Нет-нет-нет, там с Аничковым дворцом, там была такая история, там он сделал две, сначала скульптуры, потом еще две, но они были одинаковые, то есть, парные группы, а потом их начали, потом их начали дарить, сначала вот подарили в Берлин, подарили, потом в Неаполь подарили, вот я в Берлине как раз был, их находил неоднократно, у меня такой ритуал, если я в Берлин иду, я обязательно иду, вот, Клясть-Парк, потому что это была целая история приключений, как я выяснил вообще, где они находятся, они сначала стояли возле дворца Королевского, его снесли, в советские времена, власти ГДР, и куда эти лошади потом делись, я очень долго искал, но нашел, более того, я приезжал в Берлин, они стояли такие беленькие, извиняюсь, засранные, а потом я приезжаю, смотрю, пустые постаменты, я сначала испугался, но потом подумал, что, наверное, заботливые немцы отдали их на реставрацию, и действительно приезжая в следующий раз, они там уже отреставрированы. Вообще, изначально-то еще хотели их установить, Клуклот хотел возле Академии художеств, вместо сфинксов, но там как раз сфинксы подвернулись, и поэтому поставили сфинксов. Но там еще, там еще соглубимся, там просто еще, ведь предыдущий президент Лабзин, он же был известным масоном, а сфинкс это как бы один из главных масонских вообще символов, там еще и это сыграло свою роль, в общем, но это мы сейчас далеко уйдем с этой темой, поэтому это была такая, знаете, конвейер, Клод делает их, дарит, Клод делает их, дарит, а потом он сказал, а что мы как бы по две, давай мы вообще разные группы сделаем, ну вот и сделай разные группы. Вот эти не знаю куда, вот хороший вопрос, надо выяснить, куда они потом делись, я уверен, что эта информация есть на каком-нибудь сайте, типа CityWalls, или может быть даже википедии, я не знаю, ну просто если залезть, то наверное можно узнать. Вот те, кто смотрит это видео, пожалуйста, уже прекрасная традиция, многие залезают, и мне потом подсказывают, что вот там, оно так вот. Я же не этот, не википедия, понимаете, я не могу все на белом свете знать, и не хочу самое главное, и не претендую на это. Соответственно, у них начинают развиваться отношения. И вот, вот как мы представляем себе цари, для нас вот цари, императоры, это что-то такое монументальное, памятники, вот они вот что-то там ходят, там война, или не война, но это что-то вот такое. Да, кстати, возвращаясь к роману-то Виктории и Александра Второго. Во-первых, Виктория, это оказывается, первое имя было Александрина, или Александра, я не знаю, в честь Александра Первого, он был ее крестным. Она, да, окончательно Викторией стала вот уже, когда испортились наши отношения. Но вот, я ничего не хочу сказать, но мне кажется, все-таки, я вот в своей книжке об этом писал, что русско-японская война, ну, имела значение то, что Николай Второй огреб там в свое время сабли по башке, ну, мне кажется, имела. Ну, не проходит это бесследно как-то. Ты приезжаешь в страну, можно это выместить спокойно? То есть, то, что мне какой-то греческий анархист заехал как бы ломом по шее, это не значит, что я теперь Грецию ненавижу и прочее. Вот. И собираюсь на нее войной идти. Но осадочек остался конкретно против вот этого движения. Поэтому, да, теперь у меня к анархистам несколько иное отношение. Кто бы что ни говорил, да, какие бы умные вот эти вот дяденьки с бородами не сидели, не рассказывали про то, как это все чудесно. Поэтому и мне кажется, что вот этот вот неудавшийся роман, он тоже мне... Ну, вот это, конечно, не основная причина. Никаким образом. Но он сыграл, мне кажется, свою роль вот потом, то, что началось у нас с Англией. Ну, вот мне кажется, да. Потому что, ну, она женщина, понимаете? Она женщина. Ну, не то, что запамятная, но как-то вот, как-то, понимаете, вот этот британский характер, он такой. И вот у них это все развивается, и Александр Второй, он живет в системе абсолютно дебильного протокола. То есть он не может со своей женой вот так вот с утра, да, вот они ночь провели, допустим, хотя они спали в разных помещениях, ну, допустим, и потом они такие с утра, он лежит с ней в обнимку и такой, знаю, там, читает ей стихи, я не знаю, или прочее, там, а давай мы сейчас там граф Адлерберг принесет кофейку. Ну, то есть это невозможно, понимаете? Просто. Все должно быть чинно, вот это все такая, знаете, жизнь в витрине, постоянная. А Екатерина Долгорукова, она как раз создавала ему нормальный семейный уют и давала ему возможность, ну, реализовывать те фантазии, которые ему не давали реализовывать другие. Вот это вот рисунок Александра Второго, Катеньки Долгоруковой. Ну, во-первых, заметим, что у нее была очень неплохая фигура. Там была такая история, что когда ей стало плохо, и врач сказал, вам для поправления здоровья надо ребеночка родить. Она ему об этом сказала, ему сказала, а что если милая Катя роды испортят вашу фигуру? И испугался Александр Второй. Вот, но тем не менее, забегая вперед, все там нормально было и с родами, и со всем остальным. То есть вот он сидел у нее, она, например, ну, его отец Николай Первый, он же реально долгое время спал на походной кровати, иногда укрывался шинелью, тем самым демонстрируя, и самому себе прежде всего, доказывая, что вот когда там, если вдруг мои солдаты где-то воюют, то я вот тоже не в самых сладких условиях. И многих великих князей тоже воспитывали так довольно жестко. И вот Александр Второй спал на очень жесткой постели, иногда со сквозняками. Она ему, значит, заменила это на пружинный матрас. И он просто поразился. Боже, как бывает в этой жизни? Оказывается, кровать бывает мягкой. Вот такое откровение. Понимаете, мы смеемся, а речь идет про всероссийского самодерца, которому ни одна живая душа не додумалась к пружинный матрас как бы подать. Она научила, значит, что эту вообще кровать надо греть перед тем, да, ему грели эту кровать перед тем, как он ложился в нее постель. Ну, естественно, когда тебе женщина, то есть вот так вот от тебя начинает обволакивать своим вниманием, конкретным и заботой, то ты, помимо того, о чем мы сейчас дальше будем говорить, ну, ты это ценишь, как минимум. А я уж молчу о том, что у них реально была любовь. Ну, действительно, у них была не просто любовь, у них была страсть. У них была страсть просто огненная. И тоже очень иногда некоторые ханжески настроенные персонажи, вот особенно после выпуска про Чехова, меня там, вот, вы нашего святого писателя окунаете там в грязь, потому что он там иногда в борделе ходил. Так я, наоборот, об этом рассказываю, чтобы показать, что Чехов мужик был, и у него было все нормально с этим делом. То есть он не был вот этим вот ипохондриком в очках, такой, как его принято у нас все время. Ну, у меня в школе у меня было такое ощущение, что такой больной какой-то вот врач, вот он вот сейчас вот сдохнет просто, вот все, он такой тоненький, вот такой почти старенький. На самом деле, это был мужчина-то хоть куда, зажигал там иногда и не с одной, вот, стались там определенного рода воспоминания. То же самое с Александром Вторым. То есть человеку уже подполтос, а у него все нормально, у него вообще все нормально, у него так нормально, что некоторые позавидовали бы, да. Я вам хочу показать письма. Письма сначала Александра Второго, его супруги, а потом, соответственно, одно из писем, не супруги, извините, естественно, Екатерине, благорукой, благоруковое, а потом одно из писем ей. Значит, вот, например, он пишет. Только что я проехался в санях, и вот уже счастлив, что могу снова приступить к своему любимому занятию, перечитав еще раз подлинным ослаждением сердца твое милое вчерашнее письмо. Они еще огромные, больше трех тысяч писем. Они строчили, они мало того, что виделись постоянно, так они еще письма друг другу строчили. Письмо написать, это не две секунды в то время, да. Я хочу, чтобы ты знала, прежде всего, что я рад, что заставил тебя вчера разделить со мной под конец то подлинное наслаждение счастьем, которое ты всегда умеешь давать мне. Мое письмо должно снова подтвердить тебе, что все наши впечатления совпадают. И что вчера нам еще как-то труднее было расставаться и прерывать наши бингерли. Вот бингерли это то слово, которым они обозначали эту. Бингерли. Этимология. Я не знаю, этимология, это явно какое-то французское происхождение, потому что очень похоже. Но я, хотя и более-менее как-то изучил французский язык, я не в курсе. Может быть, кто-то опять-таки подскажет из тех, кто посмотрит этот ролик и даст комментарий в описании. Да, конечно, я чувствую, что стал твоей жизнью, я хотел бы только, чтобы ты не забывала, что ты моя, что у меня везде и всюду лишь одна мысль в голове. Это ты, мой ангел, моя радость, мое счастье, мое утешение, моя отвага, мое все. То есть, у него одна, единственная мысль в голове, это 68-й год. Да? Это она. А ему надо там еще и делами за темпостом, всякая империя какая-то там и прочее, реформы вот эти, вот знаете. Вот, например, тоже 68-й год. Я счастлив, что ты также ценила наше вчерашнее вечернее Бенгерли, которое доставило нам лихорадочное наслаждение, заставило еще больше влюбиться друг в друга. Значит, дальше в три и половину пополудня, ну, то есть полчетвертого, я вернулся с прогулки со своей дочерью и меня клонит сон, но перед тем, как лечь, я хочу сказать тебе, как я счастлив в нашей недавней встрече. Мы оба ощущали, что совершенно обезумели, и я чувствовал, что нам хотелось опять Бенгерле до нельзя. Вот уж точно влюбились как кошки. И только и думаем, как бы наслаждаться нашей любовью, которая составляет нашу жизнь и наше счастье. Все остальное для нас не существует. Ну, вы вообще зацените, то есть... Просто пацаны. Это... Так это же, это очень круто. Понимаете? Это очень круто. То есть человек, ну, мало того, что он могет, да еще как, потому что вот у них Бенгерле на Бенгерле, понимаете, да? Да еще и по... Не по одному разу. Вот. Так еще какие чувства. Ну, то есть, понимаете, для нас Александр II начинает представать вообще в другом виде. В том, в котором мы даже не предполагали, что такое вообще бывает в этой жизни. Что у царей тоже есть там и любовь, и секс, и страсть, и все нормально. Да, хочу, кстати, сказать, что то, что ей было 18, а ему там под полтос, это вообще абсолютно, ну, для того времени ну и что? То есть, как бы, бывало и больше разницы. В два часа ночи, только вернувшись с бала, я опять берусь за перо, чтобы сказать тебе, обожаемый, любимый ангел, что я счастлив, что смог наконец фальсировать с тобой, и что я чувствую себя влюбленным, чем когда бы то ни было, и гордым, что принадлежу душой и телом моей обожаемой шалунии. Я чувствовал, что нам обоим страсть, как хотелось, Бенгерле. Если бы мы очутились вместе, теперь без него бы не обошлось. Все остальное, это все разные письма, все остальное для нас не существует, и мы одинаково, да, кстати, писали они естественно по-французски, естественно, и мы одинаково счастливы тем, что чувствуем себя полностью поглощенным друг другом. Я не удивлюсь более, что у нас был одновременно один и тот же сон. Да, сжалится над нами Бог, и да позволит однажды сбыться нашей идеей фикс. Вот это, кстати, отдельная история, сейчас расскажу. Ах, ангел мой, меня тянет домой до нельзя, и я теперь уже весь дрожу от нетерпения в ожидании сегодняшнего вечера и нашего Бенгерле. В 6 часов я надеюсь присоединиться к тебе, а потом снова в 8 часов. Что касается утра, я последую твоему совету. Люблю твой навсегда. То есть, в 6 часов Бенгерле и в 8 часов Бенгерле, ну то есть, это... То есть, он пишет и дрожит от нетерпения, то есть, вот такая страсть, просто все пожирающая страсть. Это не то слово, круто. Дальше он пишет, ну вот, что я люблю тебя любимым ангелом, который Бог мне послал для счастья моей жизни. Да, кстати, про эту идею фикс. Он ведь пообещал на ней жениться. Он сказал, как только представится возможность, а возможность это могла бы представиться только, если бы Мария Александровна умерла. Поэтому, это тоже, знаете, такой очень интересный контекст у нас тут получается достаточно, да? Я хотел бы только, чтобы он дал мне Бог. Однажды возможность жить лишь для тебя, иметь возможность сделать Бенгерле без страха перед последствиями, но с наждежной иметь их, что также стало одной из моих идей фикс. Ну, то есть, речь идет уже о детях. Ибо ты знаешь, что я счастлив и горд, когда слышу, как отзываются хорошо мои обожаемые шалуньи, которые я люблю страстные, принадлежать к которым я счастлив и горд. И в конце я моляю тебя, милый друг, пошли мне свое письмо не завтра вечером, а в среду утром по почте или вечером с наручным, чтобы я мог иметь возможность утешиться и узнать твои последние новости. Теперь пора, теперь пора пойду Богу молиться за нас и лягу, как всегда, мысленно прижимая тебя, ангел мой, к твоему сердцу. Совершенно естественно то, что, ну, помолюсь Богу, прижму тебя в мыслях, бенгерле и так далее. Среда. Я пользуюсь свободной минуткой перед тем, как отправиться на охоту, чтобы поздороваться с моей обожаемой шалуньей. Он был, кстати, страстный охотник, медведей убивал и вообще все у него было нормально. Все мои мысли, как всегда, о тебе. О, как я жалею тебя, что тебе действительно пришлось отправиться вчера на бал. И что за тостливый день нам предстоит сегодня, ибо мы лишены счастья увидеться и вынуждены ждать завтрашнего вечера. Меня тянет тебе, ангел мой, хочется, бенгерле и донильзе. Забыть не могу, как мы блаженствовали третьего дня. До свидания. Вот отдельное просто письмо. Отдельное письмо его. Я получил твое письмо и вчерашнее, за которое до глубины души благодарен тебе, милый ангел, лишь после того, как отправил тебе свое. Вот у них постоянно такая имейл-переписка идет. И пользуюсь первой свободной минутой, чтобы сказать тебе, что я счастлив соединиться с тобой в шесть часов и потом в восемь часов. То есть, да, некое расписание у них уже. Дверь будет открыта уже в пять с половиной часов. Люблю тебя без памяти и мне страсть, как хочется, бенгерле. Ну и тут он с этот, я завален бумагами, потому лишен возможности с тобой поболтать. Дальше он пишет, О, как я жажду видеть тебя, милый ангел, броситься в твое объятие делать бенгерле. Теперь я пойду отдохнуть до ужина. Ну, надо перед бенгерле и, в общем-то, отдохнуть. У меня страх, как тянет домой. В два часа ночи. Это же письмо. Люблю тебя, мой ангел, больше жизни и счастлив любить тебя и приезжать тебе душой и телом. О, какое наслаждение мне доставили наши бенгерле. Они бесконечно проникают во все мои фибры. И чувствую себя счастливым, что заставило тебя разделить это неистовство счастья, которое ты всегда умеешь мне дать. Ну, то есть, там, судя по всему, бенгерле-это было такое. Все нормально, да? Помолюсь теперь за нас и лягу, прижимая тебя к своему сердцу, которое тобой только и дышит. Люблю тебя без памяти и хотел бы опять бенгерле. То есть, я помолюсь, помолюсь и потом захочу бенгерле. И вот уже письмо от... Единственное письмо, ну, я имею в виду единственное, которое есть в интернете, вот в этом файле PDF, но вы его можете найти, скачать файлы этого акционного дома. Эти письма они выставляли по где-то 5000 уе. Начальная была цена, я не знаю, насколько они были проданы. Твое милое письмо, полученное накануне, дополнило меня радостью и отражает мои ощущения. Да надо признать, что это настоящее счастье обожать друг друга, как мы, и быть полностью поглощенными, околдованными и охваченными лишь одним чувством принадлежности друг другу перед лицом Бога и нашей совести навсегда. Я понимаю, что ты наслаждаешься этим, как и я, и что это возвышает тебя в твоих собственных глазах. То есть, вот как она очень хитро, как бы, подводит, да? Во всем. И, может быть, мы созданы, чтобы произвести это священное зачатие, перед которым все бледнеет. Не могу утешиться, что ты не заметил меня вчера, когда шел в институт. Что же касается наших бенгерли, они были волшебными. То есть, все хорошо, понимаете? Девочка удовлетворена, что важно. Я обожаю болтать с тобой, оставаясь в постели, вот, кстати, то, о чем я говорил, и надеюсь, что Бог не оставит меня в моих родах, которые пугают меня ужасно, о чем я тебе уже говорила. Значит, и тут начинается такая история. Ну, Зимний дворец, это, в принципе, некое помещение для жизни изначально было, но оно еще, это помещение служило для совершенно неожиданных целей. Он был таким роддомом, потому что первого своего ребенка она пришла рожать в Зимний дворец. А потом началась такая история, что, да, еще, кстати, о чем я забыл сказать, ведь, когда еще до Бенгерли, вот это было у них период, да, двугодичный, когда он с ней встретился, мама ее, она, ну, поняв вообще, к чему, что и как, она пришла в ужас и увезла ее срочно за границу, в Париж. Александр, конечно, опечалился. Он опечалился очень сильно, но тут ему подфартило, или это уже было в момент, или уже это после Бенгерли было. По-моему, даже да. 68-й год, 68-й год, всемирная выставка в Париже случилась, и он воспользовался этим поводом для того, чтобы поехать в Париж. Ему очень надо было срочно выставку эту посетить. Он вообще по протоколу должен был все время сопроводить с Наполеоном, третьим и его супругой. И вот Александра Толстая, это тетка, вообще, Льва Толстого, с которым у них потом были очень интересные такие идеологические стычки на тему религии. Она вспоминает, между 11 часами и полуночью император постучал в дверь графа Адлерберга. Я прогуляюсь пешком, сказал он, сопровождать мне не нужно. Я обойдусь сам, но прошу, дорогой, дать мне немного денег. Сколько нужно? Даже не знаю, может быть, сотню тысяч франков. Сказал, как бы, Александр Второй. Мы вернулись в свои комнаты, конечно, позабыв о сне, ожидая с минуты на минуту возвращения императора. Значит, представьте себе ситуацию. Значит, на него уже было покушение в Петербурге. Париж, чтобы вы понимали, это центр польской миграции. То есть, все, что в Польше, как бы, прессуется Россией, все бежит оттуда во Францию и там под знаменами поднимается, чтобы бороться с этой тоталитарной рашей. Значит, всероссийский самодержец ночью со ста тысячи франками один отправляется кое-куда. То есть, кое-куда. Вот он идет с этими ста тысячи франками в кармане. Наличными. Нет, блин, карта кредитная. Ему выдано. Тиньков банк позаботился и ему обеспечил там. С банкоматами, правда, проблема была в 68-м году, 19-й век. Ну, там были крупные купюры, все нормально. Но когда пробило полночь, потом час и два, а он не появлялся, меня хватило беспокойства. Я побежал к Адбербергу и застал его тоже с тревожным. Словом, мысль об императоре, одиноком в столь поздний час на улице за ста тысячами франков, в кармане, заставил у нас пережить кошмарные часы. Я могу их понять. Путин приезжает там в Нью-Йорк, да, заходит там и говорит, слушайте, мне как бы полляма баксов немножко дайте, я пойду погуляю, как бы. Сопровождать меня не надо. Да. Да, и желательно кэшем. Вот эти карты кредитные, нет, не надо, кэшем дайте. Наконец-речь часа ночи он вернулся. Что же произошло с ним этой ночью? Выйдя на улицу, император нанял фиакр, нагнулся под фонарем, прочитал какой-то адрес, по которому велел извозчик увезти его на улицу Рампар, номер такой-то. А дело в том, что он-то не знал, но его посла, французская полиция, конечно же, да, то есть за ним следили. Ну, для его блага, безусловно. Прибыв на место, он сошел с фиакр и прошел через ворота во двор дома. Он отсутствовал примерно 20, потянуть за веревку, чтобы дверь открылась и оказался в ловушке. К счастью, агент, занимавшийся наблюдением, сообразил, в чем дело. Толкнув ворота, он быстро прошел вглубь двора мимо императора, как бы не обращая на него внимания, таким образом дал возможность императору выйти. Извозчик ошибся номером и дом указанным императором оказался в двух шагах. На этот раз он вошел туда беспрепятственно, пока Адлебрюрг и я тряслись от страха, император, наверное, преспокойно пил чай в обществе двух дам. Вот тоже такой характерный эпизод. Ничему жизни не учить человека, ну вообще просто, ничему. Так потом в него же и стреляли там в Болонском лесу. Это замечательная фраза Наполеона Третьего, что если стрелял в итальяне, то в меня, если поляк, то в вас. Да. Был поляк, Березовский, ну вот поэтому стреляли в Александра Второго. Ну это просто за гранью добра и зла. И мы удивляемся тому, что его такие русские народовольцы потом грохнули. Ну, как бы, отчего мы хотим. И в общем, она родила, и потом начинается вообще, ну вот такой трэш-угар в семействе в доме Романовых. Катенька Долгорукая, она, естественно, вошла во вкус со временем. Да, и я вчера читал лекцию, и один из моих экскурсантов мне прислал, потом скинул мне ватсап. вот такой Бенгер Леон. Да, да, можете берите на на вооружение. то есть, вот уже, как бы, все нормально. Уже старше, а потом еще была одна. и как бы, это все типа тайна такая, да, типа никто не знает, а все причем делают вид, что ничего не происходит. В какой-то момент Александр Второй вообще, ну, как бы, помягче сказать, немножечко обнаглел, да, если так можно выразиться, да, и просто поселил ее в Зимнем Дворце. И Зимний Дворец стал такой коммунальной квартирой. То есть, тут у него, значит, Мария Александровна с законными сыновьями, дочерьми, а тут, значит, княжна Долгорукова со своими. И некоторые писали, что они прямо вот над ней жили, и, ну, Зимний Дворец это, конечно же, не Хрушевка, да, там не такая слышимость, но все равно она слышала, как там и дети носятся, эти незаконно рожденные. Ну, и, как вы понимаете, это женщина ненесчастная, которая потеряла своего любимого наследника, у которой чахотка, и муж, который, как бы, привел в дом чужую бабу с детьми от него и, как бы, и Цокея, то ей было не очень хорошо от этих мыслей. Ну, и, естественно, и его детям тоже было от этих мыслей нехорошо. В итоге это все закончилось тем, чем должно закончилось, и закончилось это очень жестко на самом деле. Императрица Мария Александровна, она умирала, и я бы хотел зачитать цитату, которую я уже зачитывал во время моей лекции о великом князе Константине Николаевиче. Это воспоминания Витте, Сергеевича Витте, где он объясняет, почему был так не расположен император Александр III Константин Николаевич. В последний день жизни покойной императрицы Марии Александровны государь Александр Николаевич объявил, что возвращается в Царское село, откуда в тот день приехал и где проживал с Долгорукою. Ну, кстати, он тоже пишет Долгорукая Витте. Все сыновья во главе их нынешний император стали умолять отца своего не уезжать в Царское село ввиду отчаянного положения здоровья матери. Нынешний император имеет свой Александр III. Но Константин Николаевич, брат Александра Николаевича, выступил со словами, что вы его мучаете, вы не понимаете, что это вопрос не частной семейной жизни, а вдохновения от государственных трудов на государственную пользу и так далее. Обрадованный такой поддержкой, император уехал в Царской село императрица в ту же ночь скончалась и долгое время весть о ее смерти оставалась без сообщения детям для того, чтобы государь успел приехать. Такие сцены не прощают честное сыновье чувство ныне царствующего государя. Представляете, какая жесть? У него жена умерла, он в это время был со своей любовницей. Более того, никто не знает час и смерти Марии Александровны, потому что никого не было в тот момент у ее кровати. То есть, ушли, она еще жила, пришли, и она лежит вот с такой умиротворенной улыбкой. Но она была женщиной очень верующей, религиозной, поэтому для нее эта смерть как бы не представляла никаких душевных мук. Хотя это, конечно, я рубанул с плеча. Откуда нам знать, в каком состоянии она была. И она умерла. Но даже в наше время, как бы, если у тебя умирает супруга, и ты хочешь жениться на ком-то другом, ну, наверное, надо выдержать определенную паузу. А в то-то время уж тем более, да. Но тут Катенька включила, значит, рычаги, давление, и стала говорить Александру Второму, что вот ты мне обещал, пора. И он пришел к графу Адлербергу, это был, господи, забыл, как его должность звучала. Ну, в общем, он заведовал всеми вот этими хозяйственной частью. Министр Двора, скорее всего, да. Главный калькулятор, да, который вот ему сто тысяч там выдавал в Париже. И он, Александр Второй, говорит, что вот хочу жениться на Долгоруковой. Ну, Адлерберг, естественно, стал его отговаривать и говорит, ну, хотя бы, ну, подождите, ну, хотя бы уж. Это в принципе не очень хорошо, но хотя бы подождите. И тогда Александр Второй, это в дневнике у Половцева есть об этом свидетельство, он вышел и зашел уже с Катенькой Долгоруковой и сказал, я вас оставлю двоих. В других воспоминаниях пишется о том, что он их не оставил двоих, они начали ругаться и с Адлербергом. И тогда Екатерина Долгорукова сказала, Саша, подожди за дверью. И он потом вспоминал, что это было первый и последний раз, когда я видел, как императора Российского выставляют за дверь. И он ничего не может с этим делать. И вот они там как бы собачились очень жестко. А Александр Второй несколько раз заглядывал, говорил, можно? Она говорит, подожди, мы еще не закончили. То есть вот так вот она его держала. В итоге он женился на ней через месяц. Через месяц. Ну, тайна. Тайна. Вы понимаете, да, что эта тайна, она буквально уже через секунду стала не тайной. И у наследника престола, у будущего Александра Третьего, шок. У его жены, принцессы Дагмар, будущей Марии Федоровны, она рыдала, она просто плакала. Там еще был такой эпизод, когда они вот ели всем семейством, и Александр Второй приводит свое новое семейство. И спрашивает старшего, значит, а как тебя зовут? Он говорит, а вот я Георгий, светлейший. А она получила титул Юревской, княгиня Юревской, светлейшая княгиня Юревская. Я вот светлейший князь Юревский. Он говорит, а хочешь ли ты стать не светлейшим князем, а великим князем? И я думаю, что в тот момент, будучи Александром Третьим, у него кусок в горле, наверное, так комом стал, как бы. И он ругался с отцом и сказал, что если так дальше пойдет, то я просто откажусь от престола. А что отец сказал? Да пожалуйста, вот чемодан вокзал Дания, все нормально, можешь вот к своей жене отправляться, никто не держит. Но и какая вообще, ну то есть, характеристика-то у Долгорукой была, тот же, по-моему, Адлерберг писал, что она была, ну, достаточно такая дурная женщина и непонятно, что бы ждало Россию, если бы она стала императрисой, на секундочку, потому что уже разрабатывался вензель Екатерина Третья и уже там специально обученный человек поехал в Москву заниматься подготовкой церемониала. И вот прикиньте, какая ирония судьбы. Вот народовольцы, которые хотели избавить Россию там, там, траля-ля, тирана, да, народное представительство, они на самом деле решили эту проблему. Они решили проблему династического кризиса. То есть, у Александра Второй, ну это вот, я, может быть, уже в следующий раз угоблено расскажу об этом, погиб 1 марта 1981 года, причем уже, уже хватали их всех, уже Желябов был арестован. И Гурко приходил к Александру Второму и говорил, дайте мне обыск произвести. Ну, не обыск, а вообще посмотреть, что у вас тут в Зимнем Дворце происходит. Он говорит, нет, не надо, потому что там у него жила эта Катенька, и он не хотел, чтобы как бы лишние люди туда совали свой нос. Ну вот, пожалуйста. И когда императора убили, точнее сказать, смертельно ранили, он умер уже в Зимнем Дворце от истечения крови, то стало понятно, что все. И все на самом деле, есть даже такая косморологическая версия, я в нее не верю, но есть, что некоторые, значит, службисты, они специально закрыли на некоторые вещи глаза, чтобы вот это произошло. Но службисты тогда были другого характера, понимаете, для них император Александр Второй это был не просто царь, это был за веру царя Отечества, понимаете, то есть они по-другому к этому относились. Поэтому я все-таки в это не верю. Но вот тем не менее, Сонечка Перовская сделала подарок Александру Третьему, вот такой жесткий, циничный, до нельзя, но подарок. То есть проблема разрешилась. Ну как она разрешилась? Она разрешилась только наполовину, потому что Долгорукова осталась, Долгорукова. Его мама, новая, то есть мама его. И вот, что с этой мамой делать? Мама еще наследники его, значит, кто они, получается, им? Сводные братья, да? Сводные братья от пап Единокровные братья. Единокровные братья, что делать? Да, она живет в Зимнем дворце. Вот. Он-то свалил в Аничков, а потом вообще в Гатчину. Но он мечтал о том, чтобы все-таки... Он не сразу сказал, на вашем бы месте он бы ушел в монастырь. Но она в монастырь не собиралась, хотя, конечно, для нее это была тяжелейшая потеря. Удар по... Вообще, по всем ее планам. Александр Второй, когда на ней женился, он положил на ее имя в банк 3 миллиона рублей. Значит, что вы понимаете, что такое 3 миллиона рублей? У него у самого было состояние чуть больше 10, я не помню точно какое. Вот я всегда привожу этот пример. Надежда Филаретовна фон Мек купила дом на Мясницкой, где потом останавливался Петр Ильич Чайковский. Она была его патроном, спонсором и так далее. По-моему, за 65 или за 68 тысяч рублей. Это Мясницкая, это вот центр Москвы. Самый, в центре не бывает. Вот. Ну вот за такую сумму. А он мне положил 3 миллиона. Переведите на наши деньги, подумайте, сколько сейчас стоит такой дом в центре Москвы. Да, и умножьте на нужное количество. Да. То есть, это чуть больше, чем дофига. Он положил ей эти деньги. Ей все равно не хватило, забегая вперед, могу сказать. Да, сейчас мы об этом поговорим. Да, немножко не хватило. И тут мы, в общем, короче, ей подарили, значит, чтобы она хоть как-то свалила с Зимнего дворца. Ей предоставили квартиру попроще. Вот такую. Это малый мраморный дворец. Он уже мелькал у нас в рассказе про великого князя Николая Константиновича. Вот он со своей американкой Фанни Лир там жил. И из большого мраморного дворца таскал оттуда всякие ложки, вилки, бриллианты и так далее. Либо не таскал. Есть две версии. Но она пишет, что таскал. Его любовница. Это американка. Вот он. Это Гагаринская. Дом 3. Вот он. Так выглядит. Вот его внутренние интерьеры. То есть, ну, как-то можно выжить, в принципе. То есть, так. Скромно, но чисто, как в анекдоте. Но она, соответственно, все равно недолго прожила в России. Она уехала во Францию. У нее была своя вилла в Ницце. И там она осела. И пока был жив Александр Третий, а Александр Третий был не чета. Папочки, он, как бы, опять-таки, каким бы он ни был, но он был фигурой цельной. И при нем особо не забалуешь. Тем более, что он в какой-то момент принял новый закон о, значит, вот этих вот великих князях, да, ввел понятие князь императорской крови. Это уже потомки вот побочных ветвей, которые, соответственно, не получали должного содержания и уже не могли претендовать на престол. И тут мы переходим ко второй части Морализонского балета, которая касается другой стороны, персоны Катеньки Долгоруковой. Есть замечательная книжка Зимина про царские деньги. Он там изучает вот прям вот такой, знаете, приходно-расходный чек, да, то есть кто, куда, откуда, какие подарки, что, почем, сколько кто получал. Вот, например, оттуда можно знать, что вот эти вот самые великие князья получали по 200 тысяч в год. Ну, как-то перебивались с хлеба на воду. Да, я уже об этом, я уже об этом рассказывал. Вот еще один эпизод, это вот к вопросу тоже о балерине Числовой. Катенька, когда шла русско-турецкая война 1977-78 годов, она написала о том, что она жила тогда в царском селе, и в царское село присылали определенную долю удовольствия. Ну, то есть, еду, там, какие-то там прочие предметы, и она потребовала выслать в квартиру генерал-джетанта Рылеева ту долю фруктов, которая назначается самому государю в его здесь пребывании, а она там жила в этой квартире. Человек, которому это письмо пришло, он его проигнорировал, не стал пересылать императору, и продолжал ссылать лучшие фрукты из царско-сельских оранжерей императрицы Марии Александровне. Тогда она написала жалобу, естественно, Александру Второму, Екатерина Долгорукова. Он в этот момент, извините, там, осаждает плевну, а ему, значит, вот, чтобы фрукты во дворец должным образом прислали. В результате, соответственно, пришла телеграмма, что нужно посылать Долгоруковой фрукты, предназначаемые для своего государя. Ну, то есть, вот, такой маленький штришок. Ну, а теперь уже последняя часть Морализонского балета. Да, он министр императорского двора, Адлерберг, совершенно правильно вы сказали. Вот, кстати, как он высказывался, этот Адлерберг, про Долгорукова. Трудно сказать, до чего могла довести государя эта женщина, нахальная и вместе с тем глупая и неразвитая. Вот почему я и сказал, что мученическая кончина государя, быть может, предотвратила новый безрассудный поступки и спасла блестящее царствование от бесславного и унизительного финала. То есть, это, кстати, понимали даже вот максимально приближенные к царю. Можете себе такое представить, да? Значит, это была эпоха тотального строительства железных дорог. Дело было нужное, дело было максимально прибыльное. Ну, скажем, например, барон фон Штиглиц, который вот на секундочку вот это училище построил имени себя, он деньги-то собственно сделал на железных дорогах. Савва Мамонтов, известный меценат, это тоже железнодорожный магнат. Правда, на этих железных дорогах потом и погорел, к сожалению, но это уже отдельная история, там его подставили очень сильно на самом деле. у государства. У государства не было просто технической возможности самостоятельно заниматься прокладкой этих железных дорог. Поэтому существовали так называемые концессии. Выглядело это так, что любое частное лицо, себя зарекомендовавшее, ну, то есть, короче, некая тендерная система, которая, вот сейчас есть там госзакупки, да, то есть государство уже само не занимается там многие чем, она объявляет тендер, да, есть система госзакупок. То же самое с этими железными дорогами. Только там это было еще более выгодно, потому что государство гарантировало, что даже если будут убытки, оно эти убытки покроет. Была такая сначала история, поэтому, естественно, все ушлые люди туда шли. Среди таких людей, ну, грамотно ушлые, да, я под словом ушлые сейчас даже не подразумеваю, что они все были прохиндеи и только стремились к наживе, но просто люди использовали, да, возможность зарабатывать деньги и заниматься бизнесом. Вот, например, опять-таки супруг той же самой Надежды Филаретовой фон Мек, ну, она-то сама не фон Мек, у нее русская фамилия была, а фон Мек, это был ее муж. Он хотел получить концессию на постройку Севастопольской Конотопской железной дороги. И на эту же концессию претендовал еще один персонаж. Соответственно, у фон Мека было доверенное лицо князь Борятинский, которому он сказал отправиться в город Эмс. Эмс – это город, известный многими вещами, например, Эмска-Депешей, который подправил Бисмарк. Ну, это отдельная история. Это просто курорт, где лечились на водах, и поэтому там отдыхали немецкие императоры, а Мария Александровна туда ездила, ну, уже по известным вам причинам лечиться. И Александр Второй там тоже время очень часто проводил. Ну, короче, немецкий Кисловодск, грубо говоря. И Борятинский отправился туда с целью выхода как раз на эту княгиню Юрьевскую, Катеньку Долгорукову, потому что тогда она еще не была Юрьевской, потому что все знали, что она заправляет очень многими вещами. То есть была проблема, заключавшаяся в том, что ну, двор всегда есть двор. Всегда есть определенные рычаги давления, сферы влияния, и когда у царя есть жена и есть любовница, то сразу люди начинают думать, а кому лучше, как бы, ну, и понимают, что, наверное, все-таки к любовнице, да, то есть история Франции нас этому тоже, опять-таки, всех учит. Да? И поэтому к Долгорукой шли все. Вот Константин Николаевич там с ней что-то там мутил, за что его Александр Свети потом и ненавидел. Граф Лорис Меликов тоже пытался как-то лавировать, да, ну, то есть он понимал, что ему для успеха его предприятия нужно как-то с гений Долгоруковой находить общий язык. И вот этот вот Борятинский отправляется и в поезде вот он встречает у него вот это вот Варвара Шибека, кстати, еще забыл о чем сказать. Когда Долгоруку увезли в Париж, она решила утешить Александра Второго и познакомить его с младшей сестрой Катеньки. Да. Ну, раз там прокатило, может и тут. Отличные. Отличные. Сейчас она была бы просто вообще в топах. Раскручивала бы Инстаграмы, я думаю, очень успешно. И действительно ее привезли туда же в Петергоф, но там вот она посетовала, дрожащая эта девочка зашла, она посетовала на свою тяжкую участь, все государь посочувствовала, но дал ей денег и ничего не было. Бенгерле не было, да. Шибека не срослось. И тут, короче, он встречает сестру эту Шибека, она уже сводит ее непосредственно с этой Варвары Шибека, и как потом писал сам этот, вспоминал этот Борятинский, много я видал на своем веку отчаянных баб, но такое еще не случалось мне встречать. Значит, она ему сразу выкатила, сказал, да, это возможно, это надо полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей откат. Вы можете себе представить, да? То есть, вы, я даже не знаю, сколько это в наших деньгах, мне сложно, мне боязно эту сумму произносить. Полтора миллиона. Ну, Борятинский как бы крякнул, потому что у него были полномочия только на 700 тысяч, ну, максимальный потолок, а тут полтора миллиона. Он сказал, что нет, таких денег нет. Через некоторое время она сама его нашла, сказала, ну, 700 тысяч, окей. То есть, такие как бы... Борятинский поставился с фон Меком, и они, естественно, сказали, ну, окей, так окей, но Шебека выставила условия, заключавшиеся в том, что эти деньги нужно в любом случае передать в виде векселя, просто вот под ее, грубо говоря, честное слово. Но фон Мек был человек деловой, и он, как бы, понимаете, утром стулья, а вечером деньги. Ну, то есть, как бы, вот так обычно все работает. Поэтому он с ней не стал это дело организовывать. Более того, она в какой-то момент приехала к нему и сказала, показала некую телеграмму, где некий Икс, мистер Икс, значит, говорит, что фон Мек человек ненадежный, нужны гарантии. И я спросил, а кто это такой мистер Икс? И она сказала, вообще, государь. И тут их всех взорвало, потому что они сказали, ну, мы попросили не впутывать имя государя в это дело. И вообще, это была подсудная история, значит, упоминание имени государя в СУИ, в определенном контексте. Короче, они обошлись без шебека, было соседание государственного совета, и было принято решение в пользу фон Мека, просто в силу того, что он более себя зарекомендовал в этом деле. Теперь вишенка на торте. Когда фон Мек получил эту консессию, к нему явилась шебека за деньгами. То есть, она сказала, что я, я тоже все равно там, как бы, поучаствовал. То есть, не объясните, что я, как бы, мадам, адью. Такая дивная история. А потом Александр Третий умирает, и на трон заходит, всходит, да, Николай Второй. Вот как раз Зимин в своей книжке пишет. Всесильный граф Шандармов, имеющий серьезное влияние на царя Петр Шувалов, которого называли Петром Четвертым, лишился своей должности и был отправлен послом в Лондон именно потому, что пытался бороться с коррупцией при императорском дворе, символом которой стала княжна Долгорукова. Сходит на трон Николай Второй, и тут Юрьевская понимает, что вот он шанс. Вот он шанс. Значит, она начинает заваливать письмами, и ей выделяют ежегодную ренту в 100 тысяч рублей. Ну, содержание в 100 тысяч рублей, ей 100 тысяч рублей, и еще 100 тысяч рублей на ее детей. Ну, я понимаю, что это, конечно, нищенская, да, история, но как-то можно, можно как-то протянуть, плюс у нее там виловница, плюс у нее вот этот дворец на Гагаринской, дом 3, и содержание это ежемесячно ей выплачивается. Также, сын Александра Второго от второго брака, светлейший князь Георгий Александрович Юрьевский, ежегодно получал по 40 тысяч рублей. Они отпускались ему помесячно. Весной 1900 года Юрьевская написала письмо на имя Николая Второго с просьбой вновь оказать материальную поддержку. то есть, вот это вот, как бы, понимаете, это уж как надо деньги транжирить, чтобы вот постоянно тянуть такие суммы. Это адовые суммы, понимаете? Это письмо было вызвано тем, вот чем, как бы, вот какова причина, вот как вы думаете, вот почему? Фруктов хорошая версия, мне нравится, но не она. Дело в том, что дети у княгини выросли, и расходы их, соответственно, тоже выросли. Ну, это же логично. Но можно женщину понять. Я еще, очень логично. Я тоже ее понимаю. Я тоже ее понимаю. Да, мы, в принципе, мы все ее понимаем. Ну, выросли дети, как-то надо больше денюжков. Это очень даже логично. Кроме этого, сын княгини Георгий Александрович, естественно, жил непосредством и просил своего племянника императора, Николая Второго, оплатить его долги. Ну, Юрьевская просила выделить и себе единовременную крупную сумму. Значит, император предложил следующую схему. Он уже боялся просто отдавать деньги Юрьевской, которые просто не держались. Он предлагал положить в банк миллион рублей. Неприкосновенный миллион рублей, с этого миллиона выплачивать ей, соответственно, проценты. Ну, чтобы была хоть какая-то гарантия. Желательно, чтобы сама княгиня Юрьевская довела эту сумму до двух миллионов рублей. И, учитывая то, что они знали, что у нее такой суммы нет, они предлагали ей продать дом. Ну, вот этот на Гагаринской скромный особнячок. Соответственно, она, естественно, на это не пошла и продолжала засыпать их просьбами. Ей увеличили содержание со ста тысяч до двухсот в год и предупредили, что теперь семья достаточно обеспечена и больше она не получит ни копейки. и вроде как Юрьевская на секундочку угроза сейчас последует, но вы не понимаете как бы контекст ситуации. Это не чужой человек. Ну, то есть, это как бы прямой родственник. Понимаете? Член дома Романовых. Это раз. А во-вторых, это вот то, о чем я постоянно рассказываю. они все смотрели на казну как на дойную корову. Вот, Алексей Александрович, про которого сейчас еще пойдет тут речь дальше. Вот как раз он оказался у нее и она ему рассказала абсолютно правдоподобную историю. Дело в том, что буквально за несколько дней до своей смерти Александр II пообещал ей еще три миллиона рублей. И об этом есть запись в его записных книжках либо за 1880 год, либо за 1881 год. Алексей Александрович, который сам не брезговал, ей поверил и приехал в Россию. И рассказал об этом. Сначала он начал искать. Не нашел эти записные книжки. Потом их нашли. Их нашли в готической библиотеке. Она до сих пор жива. Это в Эрмитаже. Я вот тут был на днях в Эрмитаже. Проходил мимо... Это одно из моих любимых мест в Эрмитаже. Такая деревянная вся красивая библиотека Николая II. Вот там нашли эти книжки. Внимательно, под лупой все просмотрели. Не нашли этих записей. Не нашли. Княгиня Юрьевская пришлось обломаться, но тогда она стала, уже этот Фредерикс был, засыпать его письмами. Мое положение безвыходное. Дни сосчитаны до краха. Верьте искренности этих слов и тоже моей глубокой благодарности княгиня Юрьевская. Тогда же выяснилось, на Невском 42 был раньше ателье Норденштрема. Это такой портной был швед, который обшивал всю царскую гвардию и сам император Николай II у него обшивался. И тут выясняется, что вот этот Юрьевский заложал ему всего лишь 90 468 рублей. То есть, вот так вот пошил себе сюртучков. То есть, это фактически стоимость годовалого содержания княгини Юрьевской. Теперь начинается становиться понятно. А портной подал в суд и, собственно, это все грозило скандалом. И, в общем, в итоге Долгорукова выставила дом, этот малый мраморный дворец на продажу. Во-первых, он уже был заложен сначала в казну до этого и параллельно она еще заложила его частному лицу. В казну она заложила без процентов, а частному лицу под проценты. И она объявила, что она продает ее этот дом со всем его содержимым. А она, надо сказать, там сделала настоящий такой музей своего покойного супруга. Там на каждой штучке была бирочка. Там на кровати было написано, что это вот та вот кровать, на которой он лежал значит, 1 марта 1981 года. Там даже был известный портрет Маковского, вот этот вот, где император уже убиенный. Даже царский горшок был. Естественно, царская семья не могла допустить того, чтобы это все разлетелось по белу свету. И тогда с ней опять вышли на связь. И она вот, хитрая была эта комбинация, они вот с Шебека задумали. Они сказали, ну, хорошо, мы готовы уступить за полтора миллиона рублей этот дом. То есть, он заложенный, перезаложенный. Ну, то есть, либо вот дайте нам те три миллиона мифических, которые мне пообещал Александр. Второй, либо вот полтора миллиона. В общем, короче, от нее откупились. Но на этом еще не все. Дело в том, что явился адвокат этой Юрьевской и сказал, что она хочет продать всю интимную переписку. Вот то, что я вам зачитывал, да, про Бенгерлей и прочее. Да. И вот таким образом она шантажировала соответственно вот эту вот свою вот эту дойную корову довольно долго. И вы можете себе представить вообще ну, как бы состояние Николая Второго. Я, конечно, ему мало сочувствую, но вот здесь, наверное, посочувствую. Да, то есть, вот у него есть такая тетя, Мотя, которая выставляет вот такие вот условия. И вот, и все прекрасно понимают, что, ну, это как бы вот палец в рот положишь и по локоть. То есть, и непонятно, что делать-то. Ситуацию решила в итоге революция 17-го года. Да, ну, сначала Первая мировая война, потом Лес 17-го года. Более того, Половцев писал в своих воспоминаниях, рассказал... Она в 1922 году умерла. Не знаю, это смешный вопрос в Москве. А большевикам она не пыталась предъявлять. не пыталась. Она похоронила... Она похоронила полоса в своем дневнике. Пишет, что она похоронила собаку императора и воздвигла на этой могиле такую, значит, стелу, где написала, что здесь похоронен любимый, значит, вот, песик императора. Похоронен его безутешной вдовой. В общем, короче, а при этом, если мы посмотрим документальные фильмы, есть несколько, и они есть в интернете, их можно, как бы, найти, то мы увидим такую историю красивой любви. А конец обычной княгине Дородоруковой описывается, что да, она там жила, кто-то пишет, что у нее там был приют для животных, чуть ли, то есть она занималась там какими-то бездомными животными, там, собачками и прочее. И такая вот красивая, пасторальная история, ну да, несчастная, ну вот, вот так вот все. И когда посмотришь это и подумаешь, боже мой, действительно, ну как бы, ну император, ну бывает, ну че, ну кто из нас не грешен? Но когда ты начинаешь выяснять вот это все, вот эти все подробности, то тут как-то начинаешь задумываться о том, что все-таки, вот я очередной раз говорю, не выдержал логичный один человек и просто произнос то слово, которое я побоялся, ну вырождались. Вот вырождалось вот это вот звено, самое главное, на чем кость, кость земли русской, да, на чем держался 1812 год, да, вот это вот дворянство, оно просто вырождалось. И самое интересное, что вот эти коррупционные схемы, вот опять-таки меняются режимы, да, меняется то-се, они наиболее слабые были при Сталине, но хотите ли вы Сталина, вот такой вот вопрос, да, здесь и сейчас. Поэтому, ну, ну, я бы такую лекцию при Сталине не прочитал. Понимаете, в чем дело? И много, много из того, что я говорю о своем канале, я бы при Сталине не сказал. как-то куска его взять, не, ну да, а так, так все, вот всем так и хочется, чтобы к носу прилепить ушки, да, и так далее, ну, понимаете, так не бывает. вот эти вот ребята сами не виноваты, что она их шантажировала, они ее, ей было скучно по жизни, это же женщина, которой нужно было постоянно чем-то заниматься, ее бросили, дали ей денег, типа, живи, а ей скучно, ей не нужны были эти деньги, она это все делала, просто потому что ей было скучно жить, я понимаю. но плевать, от чего она это делала, суть в том, что она это делала. Они сами виноваты, вот кого она шантажировала, потому что они бросили ее просто. Ну, я бы не сказал, что она не виновата при этом, на самом деле, да. Я тебе могу сказать, что вот опять-таки, защищая эту поганую, проклятую советскую власть, советская власть знала, как обращаться с мигрантами. Вот Савенков, господин, да, бежал из царской тюрьмы, а наши, как бы чекисты, выманили его оттуда, и все. Ну, там в разной версии говорят, что он бросился, говорят, его убили, но тем не менее. Вот наши знали, как обращаться с мигрантской средой. И Петлюра, и Петлюра, на самом деле, да, ее не осталось, согласен. Ее не осталось, а где эта царская власть? Поэтому давайте ценить наше счастливое время. Друзья мои, давайте ценить наше, да, здесь и сейчас, давайте ценить наше счастливое время, когда у нас нет княгини Юрьевских. Они есть, конечно, к сожалению. Они есть, и не такие воспитанные, не такие образованные, увы и ах. Ну, это, ну, вот, бремя такое наше. Ну, вот это то, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Хочу сказать, что в следующий раз, возможно, мы будем встречаться в другом месте, но также в воскресенье на Гончарной, возможно, будем встречаться. Да, сменим обстановочку, там будет такой просторный барчик, я сейчас поеду, посмотрю, выясню, подходит ли он нам. Но я об этом объявлю. Дополнительно? В следующий раз я вот сегодня решу. Либо будет рассказ про великого князя Алексея Александровича и Сергея Александровича, гей Сергей и князь Сусимский. Либо я прервусь на секундочку и расскажу, давно хотел рассказать это в Петербурге, в Москве рассказывал, но просят повторить, про нереализованные планы сталинской Москвы. А потом, я просто еще не до конца подготовился, я расскажу точно такую же лекцию про нереализованные планы вообще петербургские, не только сталинские, а вообще петербургские. То есть, как мог бы город развиваться? Какие планы были у Карла Ивановича Росси, например? Как планировали построить прямо на стрелке Васильевского острова некий концертный комплекс еще до революции? На Марсовом поле хотели возвести здание тоже до революции по проекту Шрётера. В общем, ну и, естественно, планы преобразования Ленинграда при Сталине, вот Московская площадь и все, что с этим связано. Вывешу сегодня встречи. В любом случае, будет интересно. Следите ВКонтакте, пожалуйста, в группе. Спасибо за внимание. Спасибо, что пришли. Надеюсь, вы почерпнули массу для себя интересного и нового. Спасибо. Спасибо за ваше внимание ко всему, что я делаю. Под другими выпусками обычно об этом не говорю, а вот после лекции сообщаю, что если вы хотите поддержать данные начинания, то можете меня, собственно, поблагодарить финансово. Ссылки на всевозможные карты, кошельки и прочее указаны в описании под этим видео. Также хочу сказать, что в апреле я планирую возобновить экскурсионный сезон. Пока не знаю, когда, потому что погода как-то совсем не апрельская, надо сказать, но зная стойкость некоторых своих экскурсантов и зная то, что многие уже изголодались по этим прогулкам, возможно, я наплюю на погоду вслед за теми, кто придет на мои экскурсии. В любом случае, следите за анонсами в моей группе ВКонтакте. И я не знаю, получится ли у меня или нет, но я тут заказал за адовые просто деньги систему, которую давно-надавно хотел купить. Это мне микрофончик, а вам наушники. Каждому такой индивидуальный передатчик. Так вот, пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Москвы. У меня, в принципе, есть, конечно, как минимум один постоянный помоганец Саша Рувимов, который мне в качестве волонтерской поддержки это все делает. Тем не менее, возможно, среди вас есть некий человек, который готов вот это все трихомудио держать у себя дома и приносить на экскурсии, а потом, соответственно, это все собирать и уносить. Ну, в качестве, так сказать, компенсации, я готов предоставлять бесплатное право посещения моих экскурсий. Все это, конечно же, оговаривается дополнительно. Я понимаю, что у всех могут быть свои планы, и кто-то может уехать на выходные, но если хотя бы, по крайней мере, таких было несколько человек, если бы я мог быть, мог бы их между собой как-то связать, мне бы это очень помогло, потому что, если честно, я это покупал именно под Москву, потому что в Москве ко мне приходят иногда тотальные толпы, и как-то, с одной стороны, не хочется никому отказывать, с другой стороны, не хочется поднимать цену за экскурсию, хотя вот не знаю, может быть, с наличием вот этого оборудования немножечко приподниму, но опять-таки, будет видно по ходу пьесы. Короче, суть в том, что если среди вас есть вот люди, которые готовы, собственно, мне в этом помочь, то напишите мне либо ВКонтакте, либо на электронный адрес, он есть в ссылке под, господи, в описании под этим видео, ВКонтакте и все остальные мои аккаунты найти очень просто. В любом поисковике набирайте Павел Перец, они тут же выскакивают и вылезают. Вот теперь совершенно точно спасибо за внимание, оставляйте комментарии, пожелания и т.д. и т.п. Увидимся, собственно.